Ростуризм 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 В 2017 году несколько был снизен туристический поток и, к сожалению, до настоящего времени Россия не попадает в топ-5, тем более и даже в топ-10 по величине туристических доходов от развития международного туризма. В связи с этим Ростуризм фиксировал наряду с высоким туристским интересом к нашей стране большой потенциал для привлечения иностранных туристов. И Российский государственный университет туризма и сервиса, осуществляя исследовательскую составляющую этого проекта, проводил ряд исследований, которые подтвердили, во-первых, постоянный стабильный прирост иностранных туристов в Российскую Федерацию согласно существующим статистическим данным. И небольшие, вернее, значимые изменения в структуре туристского потока. В связи с этим в 2016 году был инициирован данный проект. Его основной целью является формирование комфортной среды пребывания иностранных туристов, которая касается не только сервисной составляющей, но и духовной составляющей в части обеспечения комфортных и знакомых атрибутов духовной среды пребывания в маркетинговых и иных коммуникациях. Основными составляющими этого проекта является определение стратегически важных направлений въезда в Российскую Федерацию и ежегодный мониторинг потребностей иностранных туристов и, соответственно, изменение пересмотра перечня данных стратегических въездных направлений. Также значимой частью проекта выступает разработка единых базовых требований к субъектам туристской индустрии, регионам по приему иностранных туристов и обеспечению для них комфортной среды пребывания и ощущению гостеприимства в нашей стране. Что касается структуры въездного турпотока, то за последние годы произошли, как я уже говорила, несколько значимых изменений. Безусловно, сохраняется важное место во въездном турпотоке туристского потока из стран, в котором традиционно высок туристский интерес к Российской Федерации. Некоторые страны показывают очень высокие темпы роста, вот пример по 2016 году перед вами. Но наиболее значимыми структурными изменениями выступает то, что Россия становится все более туристически привлекательной для туристов и стран, которые отличны по национальным и религиозным особенностям. И вот темпы роста по итогам 2016 и 2017 года, которые вы видите, подтверждают эту тенденцию, она достаточно устойчива и сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Когда мы проводили исследование факторов роста такого интереса, то, безусловно, нельзя отрицать важность визовых формальностей, нельзя отрицать уникальность нашего туристского потенциала, удобную логистику, связанную с открытием аэропортов и авиасообщения. Но очень важные составляющие туристы отмечали учет национальных и религиозных особенностей в туристской программе, в маркетинговых коммуникациях и в информационной обеспеченности своей поездки. Эти особенности используют известные брендовые френдли-проекты, которые включают в себя несколько направлений деятельности. Это China-friendly, Halal-friendly и развивающиеся India-friendly. Они проводят исследования, они обучают персонал, они привлекают партнеров из-за рубежа, они участвуют в продвижении и осуществляют общий контроль в действии на таких рынках. К сожалению, как система добровольной сертификации, в настоящее время известны только China-friendly и Halal-friendly стандарт. Это две программы, которые очень широки в плане привлечения совершенно различных субъектов туристской индустрии, от туроператоров до отдельных предприятий приема размещения, в том числе и смежной с туристской деятельностью, таких как объекты торговли. Можно выделить множество факторов успеха подобных френдли-проектов, но главный из них – это комфорт для туриста, снижение воспринимаемых рисков от путешествия в Российскую Федерацию, обеспечение уверенности в безопасности не только для жизни и имущества, но безопасности для духовных ощущений, духовного восприятия, реализации духовных традиций на территории Российской Федерации. Одновременно с успехами френдли-проектов нельзя не отметить, что они все-таки не решают всех вопросов качественного приема обслуживания иностранных туристов, и для объектов приема размещения остается очень много других вопросов, которые они вынуждены решать вне данных проектов, в том числе практически у нас в Российской Федерации не ведется работа по подготовке иностранных туристов к визиту в Российскую Федерацию, к знакомству их с нашими традициями, особенностями поведения на значимых объектах показа, в том числе религиозно. Все, что я хотела сказать по вопросу российского гостеприимства, этот проект продолжается, и в настоящее время в плане развития межкультурных коммуникаций в туризме и маркетинговых коммуникаций наступает новый этап интеграции, как я уже говорила, в федеральный проект экспорт услуг. Продолжение следует...